В соревнованиях принимали участие 10 команд из разных школ города и центров внешкольной работы. Конкурс проходил в несколько этапов. Ребята показывали знания теории и практические навыки езды на велосипеде. Ребята должны знать правила дорожного движения, как вести себя с велосипедом на дороге. Практический этап, это основной этап идет, это именно различные конкурсные, можно сказать, этапы на велосипеде, где за определенное количество времени нужно будет пройти всю дистанцию. Чем меньше будет ошибок, тем, естественно, команде будет плюс идти. Также школьники должны были показать, как они оказывают первую медицинскую помощь. Оценивало знания и умения конкурсантов жюри, в состав которого вошли сотрудники госавтоинспекции. Участников соревнований не отпугнул и небольшой дождь. Ребята все готовы, все настроены, несмотря на погоду, настроение у всех боевое. И все готовы сегодня бороться за призы и самую главную победу. Один из конкурсантов, Евгений Шаров, первый раз участвовал в соревнованиях. Мальчик вместе с своими одноклассниками начал подготовку к конкурсу за несколько недель. Изначально в школе ставили трудную дистанцию, потому что надо было готовиться ко всему. А эта дистанция, она намного легче, чем в школе мы делали. В будущем Женя планирует еще раз поучаствовать в конкурсе «Мой друг – велосипед». Мальчик считает, что подобные соревнования очень важны, и проводить их нужно как можно чаще, поскольку они позволяют не только совершенствовать навыки вождения, но и узнать что-то новое и полезное. Сейчас я вот немного почитала ПДД. Там столько всего разного и нового, чтобы показывать водителям, например, разные знаки поворота, когда ты поворачиваешь. После прохождения этапов на стадионе конкурсанты отправлялись в 17-ю школу, где их ждали заключительные испытания. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.